Недельная глава, которую мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Трума. Парашат Трума начинает о повлине, который повлил Творец еврейскому народу. Сказал то, что евреи, еврейский народ, они должны были принести для строительства мешкана разные вещи, разные вещи и Трума выражается на этом месте чрезмерно особенным образом, который мы должны, в принципе, задуматься, посмотреть, что это значит, почему то, которое, в принципе, таким образом выражается. Как мы знаем, были разные вещи, которые еврейский народ должен были принести, мы знаем то, что они должны были принести определенные суммы, которые были обязательства для каждого индивидуума, это были обязательства, которые должны были принести Махатита Шекель, Пор Шекель, о которых мы знаем. Но здесь, в нашей недельной главе, речь идет о очень превзмерно особенном заповеди, о Труме, которые они должны были принести от их сердца, ах, от их доброго желания, то, что еврейский народ хотели бы, все то, что у них добрые пожелания из их сердца, без никаких обязательств, сколько и какое количество, и что, не было никаких ограничений. А у меня каждый человек, все то, что его сердце пожелал бы, он должен был привести для строительства мешкана. И как? Тор, в принципе, уже перечисливает, там числе были разные ткани, тхеле, таргаман, тхолечаны, шеш, изим, разные-разные драгоценные именно ткани, которые были, ротели, мятамим и так далее, и так далее. Серебро, и все, много-много-много-много-много чего, которые должны были принести. То есть, разные мнения, все, сколько это было, по-моему, раньше это было 13, по-моему, это было 16, как бы, разных вещей. Ну, это, как бы, не наша тема, но это то, что должны были еврейский народ из их доброго желания принести Творцу для того, чтобы делать строительство, что происходило, строительство храмов. На самом деле, если мы зайдем в понятие, как бы, первых слов нашей недели главы, мы найдем чрезмерно большой урок о, в принципе, всей теме, то, что касается деньги. Деньги. Деньги – это вещь, которая двигает многим людям, это вещь, которой, значит, мудрецы говорят, то, что если бы не вот этот, без, как бы, сумасшедших, этот мир не мог бы, как бы, существовать. Говорят, даже мудрецы, то, что, в принципе, человеку задуматься не нужно, чтобы человек для его нужды, для его существования, не нужно настолько много бегать, как бы, за деньгами, но люди бегают за этими, чтобы больше и больше набрать мир. И если бы не они, мир бы, в принципе, остановился бы, мир бы, был бы до определенного, как бы, уровня. Но есть такое движение, которое двигает, двигает, как бы, людей, это вот то, что продвигает миру, как бы, дальше идти. Но, с другой стороны, тоже нужно знать, чрезмерно важно знать, с какой намерением, какой цель, и, в общем, что за вообще представление, и какой подход, и, в принципе, у Торы, и, в принципе, все, все эти темы, то, что называется, то, что касается именно деньгами. Потому что речь идет, как бы, не как в нашей недельной главе, о том, то, что еврейский народ должен был принести недаву, пожертвования для, от их сердца, полного пожертвования, их сердца, то, что у них было, и не касаясь никак, как бы, там, о денежных вещах, то, что для бедняков и так далее, это было, в принципе, для храма было. Но, отсюда мы можем изучать тоже для нашей ежедневной жизни, для нашей, как бы, ежедневной жизни, многих, как бы, интересных моментов. Сначала зайдем в Псуки, зададим пару вопросов на это, и постараемся тоже с помощью разобраться потом, что вообще тут происходит. Говорит нам Тора следующую вещь. Говорил Творец Мошер Абейну следующую вещь. Теперь, любимый Исраиль, говори детям Исраиля. Вейкху ли трума? Вейкху. И пусть возьмут. Ли мне труму. Трума сразу же говорит тут Раши, что это за слово трума? Трума, как мы знаем, это один из жертвоприношений, один из, скажем так, отделений, которые евреи должны, когда мы были на стране Израиля, у нас были, как бы, фрукты и овощи и так далее. Один из вещей, которые мы должны были делать, это трума, мы должны были отделить для коинов. Это была трума. Но тут речь, конечно же, не идет о труме, а почему-то трума Тора использует это слово трума, опять-таки. Что это значит? Объясняю сразу же, у нас здесь, как бы, Раши. Ха фраша. Трума здесь имеется в виду отделение. Не то трума, который мы знаем, как классический трума, а именно отделение. Я фрешу ли мимо муна? Не дава. Отделите от ваших денег, не дава. Не дава это пожертвование. Пожертвование. Это то, что говорит нам Тора в начале недвижения главы Паша Трума. Теперь, продолжая Тора. От каждого человека, которого будет доброе сердце, то, что от его сердца пожелает он. Тихо, возьмите эту трума Ти. Возьмите мою труму. Возьмите мою труму. Сразу же мы тут должны задавать несколько вопросов, чтобы вообще понять эти слова, что тут, в принципе, Тора ожидает от нас. И что было, в принципе, сказано тогда. И что мы можем, в принципе, изучать тоже для нас, для сегодняшний день. Во-первых, что это значит, то, что Тора говорит нам Вейкхоу, пусть возьмут мне труму. Лучше было бы, чтобы Тора сказал бы, пусть отдадут. Приходит Творец и говорит то, что говори с Моши Рабейну, то, что поговори с еврейским народом, чтобы они дали. Нет, чтобы они отдавали для строительства Мишкана этих 13 или 16 разных вещей, чтобы построить храм, переносный храм. Но Творец не говорит, отдавайте, пусть возьмут. Возьмут. Как возьмут? Кому взять? Мне. Возьмите мне. Что это значит мне? Что это значит? Почему именно мне здесь? Трума? Мы поняли, что это такое. Возьмите мне, скажем так, это деньги или этих разных вещей для строительства Мишкана. Окей. От каждого человека. Почему Тора тогда добавляет? От каждого человека. От каждого человека понятно было бы, да, чтобы люди давали только каждый, кто хочет. Но что? Ашеда потом продолжает. Ашерид Бену Либо. Это не обязательство. А именно все то, что... Обязательство в плане определенной количества. Нет обязательства, что кто должен принести определенное количество. А что? То, что его сердце пожелает. Ашерид Бену Либо. Возьмите мою Труму. Возьмите мою Труму. Это явные вопросы, которые тут задаются. И нужно, в принципе, понять, что тут на самом деле Тора имеет в виду. И что на самом деле заключается именно здесь. Начнем с того, что... Когда Творец говорит Муша Рабейну и вообще каждому человеку, чтобы делать какое-то доброе дело. Хотелось помочь другому, помочь бедняку, помочь как бы кому-то, да? У нас есть, в принципе, здесь очень явный вопрос, дорогие друзья. Деньги принадлежит Творцу. Деньги принадлежит Творцу. Человек может быть 10 долларов, у него может быть 10 миллионов или 10 миллиардов. Сколько у него не было бы. Все то, что каждому из нас принадлежит. Это все принадлежит нас, в принципе, Творца. Да? Все это, прекрасно, понимаем. Это все от него. Он дал эти вещи. И это все в руках. Значит, мудрецы говорят, что деньги в руках человека, это как залог. Это дается человеку как залог. Почему-то людям мы... Нам присутствуют, мы очень сильно хотим, мы хотим почувствовать это. И многие люди думают о том, что, в принципе, деньги это наш принадлежит. Это час наш. Наш, это мы, это то, что нам при себе принадлежит. Но на самом деле это полностью абсолютно наоборот. Полностью наоборот. Эти деньги на самом деле дано человеку для определенных целей. Зуз, говорят наши мудрецы, один из выражения денег, это называется Зуз. Зуз это монетка. Говорят наши мудрецы, мудрецы, причем он называется деньги Зуз, монетка. Потому что эти деньги, у них есть такой сущность, что они могут двигаться с одного места в другое место. Они могут быть сегодня в одном месте, они могут перейти, у них есть, скажем так, ножки, они могут передвигаться с одного места в другое место. Значит, сегодняшний момент, если у человека, у этого человека есть какая-то вещь, эта вещь ему, в принципе, не принадлежит. Это дано, на самом деле, ему как залог. Теперь, если человеку это дается, на самом деле, как залог, тогда, когда человек делает определенный добрый дело, он хочет помогать сейчас кому-то, так что на самом деле тут происходит? Задумаемся. Происходит тут какой-то определенный противоречие. Человек дает из же денег Творца, дает помощь другому человеку. Потому что желание было Творца, что дал нам такие мысли, что мы должны были помочь, на самом деле, этого еврея. Этому еврею пришли, на самом деле, эти деньги через наши руки. Творец удостоил нас, Павел Хащем, что этот человек удостоился этих денег. Эти деньги пришли бы к нему и через нас. И не через наши руки. У Творца много-много путей. Не проблема. Не проблема. Мог бы человек потерять что-то деньги на полу, на улице, он бы нашел бы, кто-то нечаянно перевел бы ему деньги на банковский счет. Бывают такие чудеса, дорогие друзья, в этом мире, то, что дальше уже некуда. Все бывает в этой жизни. У Творца есть чрезмерно много путей, что он может, на самом деле, привести человеку именно эти деньги. Но что? Творец решил, что этому человеку помощь приходит через тебя. Теперь, но где же, на самом деле, тут моя заслуга? Где же тут, в принципе, моя заслуга? Где должна быть моя заслуга? Деньги были у Творца. Этот день все принадлежит ему. И он же решил, что что-то у него пришло. Я просто был в середине. Я был просто в середине. Так где же мы получаем людей заслугу, когда мы делаем определенные добрые дела? Помогаем бедняка? Помогаем семью? Помогаем семью, которая изучает Тору? Это явный, как бы, вопрос. Именно на это приходит Тора и дает нам ответ в этих псуким, которые мы только что прочитали. Давайте сейчас еще раз прочитаем эти псуки и с Божьей помощью постараемся понять. И мы тут найдем невероятно большой урок. Говори с еврейским народом. Вейкху ли трума. Возьмите мне труму. Возьмите мне труму. Мы сначала объясним труму, потом придем к, что это значит, возьмите. Но говорит Творец, «Мне, а что это значит мне? Из моего же». Говорит нам Творец то, что возьми не из того, что тебе принадлежит, потому что что тебе принадлежит? Ничего не принадлежит. Единственная вещь, которая человеку принадлежит, это его свободный выбор. Больше этого ничего не принадлежит. Деньги, богатство, то, что есть. Как говорит Пайталевий, очень невероятный пример. Это так, говорит, у нас есть большой мешок с сахаром. И там зашел, маленькая муха зашла туда и говорит, кушает, кушает. Даже если он закрыт там. Он закрыт там, никто не говорит. И он думает, что это все его. Это все его. Но на самом деле, понимаешь, это все не его. Все не его. Он просто там находится и думает, что, о, на самом деле так прекрасно. Он просто закрыт там. В какой-то момент откроют его, передадут, переставят, достают еще другое место. Да? Или заведет куда-то другое. Да? Теперь, что тут происходит? Приходит Творец, говорит Маше Абейну, возьмите из моего же, из того, что я вам дал, как залог, возьмите из моих же денег, которые есть на самом деле в ваших руках. Но это лишь из каждого человека, которое, в принципе, дано было ему, не как то, что это его на самом деле вещь, это вещь, как пикатон, это вещь, как залог в руках человека. Даша продолжает Тора. Тогда задается себе вопросом, как же у человека появляется заслуга за то, что человек отдает стаку? За что? Я отдал все то, что ему было дано. Представляете, сказал бы сейчас отец своему сыну, сынок, возьми, вот тебе 10 долларов, возьми, передай соседу. Хорошо, папа, я взял 10 долларов, передал. Это то, что здесь происходит. Плюс-минус, да? Тут как бы залог, тут как бы больше и так далее, но это то, что есть. Вот в твоих руках, у тебя есть определенная задача, залог что-то значит, чтобы ты исполнял это правильное, с правильными целями, чтобы ты как бы справлялся с этими деньгами. Но, друзья, то, что происходит, тогда где же заслуга здесь? И тут приходит Тора и говорит, Знаете, где твоя заслуга? Говорит Творец, я тебе скажу, где твоя заслуга. Заслуга твой заключается о твоем добром желании, которое ты захотел делать. На самом деле деньги мои. Эти деньги придут так или иным образом. Человек не будет правильно использовать эти деньги, он перейдет, как мы уже сказали. В деньгах есть ноги, они могут перейти с одного места в другое место. Этому бедняку или этой семье эти деньги придут так или так. Но что? Где же твоя заслуга? То, что у тебя было доброе желание. То, что твое сердце захотел сейчас делать доброе дело. И ты захотел, и ты постарался, и ты пошел и поискал хорошего человека, который ты можешь отдавать ему. У тебя было хорошее намерение? В этом я тебе дам твою заслугу. В этом есть то заслуга, который человеку на самом деле полагается за его добрые дела. Деньги действительно не его. А что его? Что на самом деле настоящее его? Его — это то, что он захотел делать добрые дела. Ты захотел, за это ты получаешь заслугу. Это, дорогие друзья, на самом деле всех добрых делах, которые человек делает в этом мире. Хот Аль-Бавот Рабин Бахай — один из великих-великих здравоучителей, учителей, нашего морали, на что основана весь великий, на самом деле, мораль. Представляем книгу, о котором ангел, который показался, который учился с Маран, с Рабьёса Фкару. Знаете, из книги, который Маран Бетёса пятьсот лет тому назад написал о тех вещах, которые он изучал с ангелом. Постоянно проходил к нему ангел, и ангел изучал с ним, с Бетёса, который написал Шуханарух. Из книги, о которой написано, что они там изучали, невероятно. мы уже упомянули один раз, то, что был большой случай, так как люди там, великие, там, хамим, цадыки, в ночь, вот они услышали, как ангел с уст Бетёсефа, с Шуханаруха Бетёсефа, в кару, через его уста разговаривал. Врядные вещи, ам Исраэль, ам Исраэль, дорогие друзья. Ло-юман. Соединяемся этними вишневыми мирами, духовными мирами, всё, этими цадыки, всё, как одно и то же самое. Ло-юман, Ло-юман. И этот ангел говорил ему, книга, которую он изучает, ховата львовод. Изучай книга на ревоучение, ховата львовод. Ангел сверху приходит, изучай, говорит то, что вот в этом мире написал один человек книгу, ховата львовод, изучай эту книгу. Невероятно. И он пишет там, таким образом, то, что любое действие человека, делится на три части. Желание. Второе. Стараться делать это желание, проявить это желание на практике. Третье. Привести эту вещь в реальность. Сам произошло как бы эта вещь или нет. Говорит ховата львовод, первые две, это все в руках человека. это значит желание, это все то, что принадлежит тебе. Зависит от тебя, пойти постараться делать. Видит ли это или нет, это уже в руках Ашема. Это уже в руках Ашема. Говорит ховата львовод, значит, у человека, в принципе, есть две заслуги за все именно митсвот. То, что человек хотел и пошел постарался сделать, это одно, это все то, что от меня зависело. За это получаешь. А, то, что произошло, это было желание Ашема. Кзарат Ашем. То, то, что это еще должен был быть построен, то, что этот человек получил эти деньги, то, что ты сейчас мог делать определенные добрые дела. Эти вещи были бы, так или так, но ты участвовал в этом, через твои руки вышли это, Ашем дает вторую заслугу за то, что ты сделал эту вещь. Несмотря на то, что это были бы так или так. Это все от него. Но через тебя это произошло. Дается тоже за это именно заслугу. Это один из великих хестов, который происходил. Выходим на Ашема. Тут выходим здесь, говорит, от чего ашер нидва льбо, так пишет нам Альши Хакадош, да, то, что ашер нидвену льбо, за то, твои добрые дела, это тоже считается. Все остальное, деньги, все говорят в моих руках. Все говорят, это мой. Все это мой. Из-за этого мы сейчас понимаем, что это значит, то, что возьмите мне из моего же. Из того, что я вам дал, говорит Творец Моши Робейну. Возьмите из этого и засчитывается вам, что от вас зависит только ваше доброе желание, то, что вы захотите делать для строительства храма. И это то, что засчитывается для вас как часть, доля, которая у вас есть на самом деле в этом митве. Это один час, пасука, дорогие друзья. Но есть еще намного тяжелее момент в этом пасуке. А именно слово вейкху. Возьмите. Возьмите. Отдавайте. Отдавайте. Творец говорит Моши Робейну. Пусть еврейский народ отдадут из всех, из того, что они захотят, из того, что их души приходит, доброе желание делать хорошую вещь, пусть они отдадут. Но нет. Тут говорится вейкху, пусть возьмут. Откуда возьмут? Что возьмут? Что это значит? Что это значит, когда Тора говорит возьми себе, возьми, возьми, делай цитаку, возьми, делай именно труму. Как это понять? Есть на самом деле, дорогие друзья, есть очень интересные места в Талмуде, которые хотел бы с вами поделиться. Хотим с вами поделиться. И через вот эти два места в Талмуде одна история с королем Мумбазом и второй это в Масеха трактате Ирувин тоже приводится от имени Рахвамнуна, который сказал своему сыну очень интересная вещь, которая через вот эти два места в Талмуде мы можем на самом деле понять тут невероятный большой урок и понять, что на самом деле тут Тора имеет в виду. Что именно Тора имеет в виду? Давай сначала зайдем в объяснение, то, что тут в трактате Баба Батра 11 Иудалев Амудалев говорит нам следующую историю. Там Раббана изучали наши мудрицы. Масе пей Мумбаз амелех История, которая произошла с королем Мумбаз В чем была история? То, что он отдавал все, скажем так, отцарод, его богатство, имущество, его и имущество, и богатство его праотцов. В шней бацорет, в годы, когда были голода, когда были в годы голода, он отдавал все, говорит, людям. и и пришествии к ниму его в братья и домика в Керлецтва и он сказал ему что отцов и вы о о обо и вы о о о о Сказали ему, моего братья и королевство, сказали ему следующую вещь. Твои родители, они делали сокровища, они сохранили и они собирали столько богатства. На их, говорит, братцов, они добавили еще то, что были из их дедушек и как бы прошлого поколения. Они все добавили как бы на богатство и на имущество, которые были сохранены. И они еще добавили к этому твои братцы. И что ты сделаешь? И ты берешь и вот так отдаешь как бы всем? Хороший вопрос, нет? Король берет и вот так как бы отдает всем? Амар Лахим. Смотрите, дорогие друзья, шесть ответов, которые дает Бумба Замелех своим братьям и Тома Королям. Амар Лахим. Ты думаешь, что это Бумба Замелех? Амар Лахим. Амар Лахим. Амар Лахим. Мои про-адцы, они сохранили эти сокровища, в низу, в низких миров. Я сохранил эти сокровища в будущем мире. Мои про-адцы, наверху. Амар Лахим. Истина выйдет из... Написано в Тейлиме. Истина выйдет из земли. Ветседек мишамайм нишкав. А цитака, которую человеку дал, мишамайм нишкав, из небес будет насматриваться на человека. Можно этот пастух по-разному понять, но по его объяснению, что это значит? То, что цитака человек сохраняет в будущем мире. Я говорю, они сохранили в этом мире. Я взял, сохранил в будущем мире. Это первый вещь, отвечаю. Второй. А вот... Мои про-адцы, они сохранили это богатство, там, где человеческая рука доходит до них. Человек может трогать, говорит, это богатство. А я, говорит, сохранил в том месте, где человеческая рука, там уже никто не тронет. Все то, что человек, говорит, отдавал, это уже никто никогда не потрогает на веки веков человека. Как написано в... В Телиме опять цедеку мишпат михон кисаха. Цедака и правосудие михон кисаха. Место, как бы, твоего трона. Третий. А вот... 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 Третий, говорит... Мои про-адцы, они делали что? Они сохранили богатство, вещь которой они не могут размножаться. Что такое? У человека есть богатство, хранит у себя в сокровищах, хранит у себя в банке. Они не могут размножаться. Да? Это же не акции, чтобы они размножались. Богатство. Сохранил человек в одном месте. И... Стоит есть и есть там. А я сохранил в месте, где они дают больше пирот. Они дают больше фруктов. Что это значит? Что Неймар... Амру... Это мне кажется уже... А... Это Ешайяу. Говорит... Амру цадык китов... Киприме алалихем яхлу. Объясняет тут раньше, что это значит? Бемаком шаоса пирот. Что это значит? То, что когда человек делает цадык, он дает фрукты. Говорит Амру цадык китов. Основной говорит фрукт. Идет куда? В будущем мире. Но он дает определенные дивиденды. Какие дивиденды? Вега пирот и фрукты за эту цадуку, которую человек сделал. Он человек кушает в этом мире, в этой жизни. Киприме алалихем яхлу. Фрукты за эти добрые дела, которые человек сделал, он кушает в этом мире. Значит, это, лучше говоря, инвестиция. Человек отдал. Основной фрукт идет там. И говорит, скажем, там есть это. И дается еще процент, как бы, человеку в этом мире, чтобы он кушал. Пирот, фрукты дается здесь, в этом мире. Четвертая вещь, то, что он отвечает. А вот та и ганзу оцарот мамон. И они, конечно, оцарот нефашот. Мои братцы говорят, они сохранили богатство денег. А я сохранил богатство душ. Что это значит? В лекахтом нефашот хамбия икра. Что это значит? Говорит пасук. При цадык эцхаим. В леках нефашот хахам. Приводит пасук. Говорит уже от Мишлей. Да. Это пасук от Мишлей. Идет следующий доказатель. Следующий вид, что он отвечает. Пятый. А вот та и ганзу ли ахарим. И они ка нас делятся. И вот это ответ на наш вопрос. Отвечает Бумба замелех. Мои братцы, они сохранили для других. А я сохранил для самого же себе. Я, говорит, сохранил для самого же себе. Шанаймар. У леках ти ецтака. Говорит шлома мене. Говорит там пасук. Извините. В двори. То, что. Хашев тешивло. Эта авод. Кивоа шемеш. В шахав басималату. У леках ти е. Он говорит про помощь. Как бы другому. Пасук говорит об этом. У леках ти е. И тебе будет цдака. Левняша малукеха. Цдака. Это будет тебе. Все то, что Буржин принадлежит. Говорит тебе. Это то, что ты будешь делать цдаку. Они делали для других. Они оставили, говорит, для других. Я сохранил это все для себя. Дает еще один ответ. А вот ты гонзу леолам азе. Вони гонзти леолам азе. Май праация не сохранили в этом мире. А я сохранен. Говорит будушем мире. Так написано. Говорит. 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 Ответ Бумба за Мелех. Шесть ответов, которые он дает своим братьям и домочкам. Почему он вот так отдает свои богатства как бы другим? Один из ответов, который он дает. Я отдал. Я отдал эти, говорит, деньги для себе. Они сохранил для других. А я, говорит, оставил себе. Чтобы понять, что на самом деле Бумба за Мелех имел в виду. Чтобы понять, что может быть в глубине. Привезем еще другой гоморук, который написан Мазахат Ирувин. Мазахат Ирувин дает нам больше понятия на самом деле, что это имеется в виду. Что это значит? Значит, человек отдает стаку. И это то, что вещь, которая ему прилежит. Ему прилежит. Смотрите, что тут говорится. Говорит Мазахат Ирувин. Следующий момент. Сказал Рав Рав Хамнуне. Бни, мой сын. Имиш леха, если у тебя есть. Объясняю сразу же тут раньше. Если у тебя есть что? Деньги. Не имеется в виду, что ты должен бегать и собирать богатство и так далее. И делай. Нет. Если у тебя есть. Это настоящий еврейский подход. Что мы знали. Нет у нас заповеди быть миллионером. Это не так. Все ребят говорили. Я слышал от меня больших ребят сказали, что еврейский народ должен молиться, чтобы богатство пришло над евреями. Безусловно. Да ладно. Не пошло в других местах. Но. Человек бегал, чтобы говорил, что из митсвы нету, чтобы быть богатым. Энка за товар. Говорит. Если у тебя есть. Если Ашем тебя наградил. Знай. Делай себе доброту. Себе же делай доброту. Что это значит? Ше-эйн пи-ше-ор танук. Говорит. Раб. Рабамнуни. Потому что, когда человек уходит из этого мира, нету туда никакого насаждения. Вейн ле мавет хитмахема. Нету у смерти хитмахема. Что это значит хитмахема? Объясняет Раши. Икув. Он никак не задерживается. Кипитом хадамет. Человек, не дай Бог, уходит из этого мира моментально. Без того, что человек льнется, через то, что человек знает. Человек умирает внезапно. Человек умирает, говорит внезапно. Вейн а мавет хитмахема. Он не задерживается. Вейн томар. А если ты скажешь, а не я хлебни. Хорошо. Я оставлю это для моих детей. Оставлю себе для моих детей. Лехок. Чтобы у них была еда. Оставлю, чтобы у них было богатство. Говорит Рав, Рав Амнуни. Когда ты умрешь, кто тебе сказал, что у них на самом деле останется? Может быть у них все потеряется. Он говорит, что люди похожи на травинки поля. «Поли». «Халилу нотцецим вялу новлим». Некоторые, говорят, расцветают, а некоторые, говорят, падают. Объясняют тут раньше, что это значит киломар. «Поли». Тогда, когда они растут. «Поли». Чем больше они растут, их парноса приходят с возрастом вместе. «Поли». 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 «Тебе не нужно за них переживать». Другими словами, так как раньше туда объясняют. «Хорошо. Я оставлю своих детей». «Детей? Что ты будешь переживать? О том, что у них не будет?» Говорит тут Рав, Рав Амнуни. «Сыной говорит, знай. Они похожи на травинки. Когда, чем больше когда-то человек растет, их парноса приходят с ними вместе. Их парноса приходят их вместе. Ашем даст им парносу. Что тем, что ты сейчас оставишь, они должны работать, что они возьмут что-то. Их парноса придет с ними. А с чем ты тогда должен переживать? Если парноса моих детей, Ашем переживал за меня, за моих родителей. И он будет переживать тоже на веки веков. Это весь его мир. Он тоже его создание. То будет переживать за твоих детей тоже. Говорит, а что ты должен делать? Себе, с себе доброту. Делай с себе доброту, делай с таку. А давай, если у тебя есть деньги, делай с себе доброту. Как? Помоги другим. Это то, что у тебя останется, говорит на веки веков. Это все то, что будет тебя принижать. Помни меня случай, который был с нашим главой раввины семинаров в Берлине. Нас порохожили. Давно у нас нас несет. Глава раввины семинаров взял себе один из великих, великих раввинов еврейского народа. Розшиват и шиват хеврон. Что бы нашим послал ему взятышим здоровья. Равмоши Мордыхай Фапштейн шлита. Месяца два тому назад он позвонил к главу нашего раввины семинара и сказал, что Равмоши планируется, чтобы я приехал к вам в Берлине для того, чтобы делать тест. Но хочу сообщить то, что планируется. Может быть будут ему делать. Они планировали. Врачи сказали ему то, что может быть придется делать ему операцию на сердце. Открытая операция на сердце. Услушал эти слова. Глава нашего раввина семинара Брамфарбин услышал этого и говорит, Рав, ой, говорит, но испугался. Говорит, Рав, а нахну туаким? Рав говорит, мы переживаем за вас. От операции на открытое сердце. И он хотел, несмотря на это, приехать. Он говорит, не проблема. Прямо до того, как будет это, я приеду, я сделаю. Абсолютно, несмотря на то, что была большая опасность. Он действительно приехал к нам и делал тесты. Просто миссурт нефеш, просто отдавание. Радиевресского народа, великие раввины просто в буквальном смысле отдают свою душу. Эта история и урок сам по себе невероятно, невероятно, дорогие друзья. Отвечает Равмоша Мурдыха и Фапштейн следующие слова. Они глотовы. Я не переживаю. Миша Гая отдаем и ты. Тот, кто был со мной до этого момента со мной. Хукамие Махар и ты. Он тоже будет завтра со мной. Полно спокойствия, дорогие друзья. Тот, кто был со мной вчера, он будет уже завтра со мной. Я не переживаю. Говорит, ты переживаешь. Я не переживаю. Я не переживаю. Что ты переживаешь? Он будет два раза, тот, кто был со мной вчера. Тоже бы завтра. Отчего того, что мы берем, дорогие друзья? Мы берем, отсюда то, что... Говорит нашим мудрецы то, что делай себе доброту. Хочешь делать? Это единственная доброта, которую ты можешь себе делать. Что? Цтака? То, что поможешь другим, если у тебя это возможно, делай себе доброту. Другим очень послёт. Вот так, что мудрецы говорят, что если человек, у него есть как бы цтака, у него есть деньги, он должен на самом деле помочь детям, чтобы они стали на ноги. Про его образовывание есть возможность. И уже с их молодости, чтобы человек оставил деньги, частично. Человек может отдавать деньги, свои же цтаки, отдавать для свадьбы. И, конечно же, если это свадьба детей, да, человек может на самом деле отдавать. Потому что, да, это не то, что на день детей сейчас не это делать. Это валахета приводится. И в сегодняшний день многие рабины, как бы тоже на этом, Равицах Йосеф, один из детей, рабина больших-больших рабинок, который говорит об этом тоже. К сожалению, в сегодняшний день многие люди отдают стакот. И, конечно, в итоге дети остаются без свадьи, без ничего, очень сильно тяжело. Уже с рождения ребенка пусть человек должен отложить деньги для свадьбы детей. Да, ПВД – это логическая вещь. Но тут речь идет, перед смертью уже человек уже говорит, «Оставлю сейчас это богатство детям». Говорит, себе делай доброту. Доброту делай себе. Это то, что говорится здесь. Это то, что имеется… Стака может человеку давать, когда нужно ждать. Настолько человек может отдавать тоже кому и как. Но в этом случае БВД – это для свадьбы. Так как мы сказали, Аллахе БВД – это то, что это настоящий как бы стака, который как бы считается. И это нужно делать. Но тут мы говорим сейчас, «Что говорит Тора к нам?» «Возьмите мне труму!» Говорят наши мудрецы, «Вейкхуш» – это значит, «Мой дорогой, ты думаешь, ты отдаешь?» А тем, что ты труму отдаешь, ты берешь себе. Это единственная вещь, что у тебя остается. Это единственная вещь, которую никто никогда от тебя не заберет. Это единственная вещь, которая на веки веков тебе останется, и никто никогда не может это трогать. Который остается у человека – фрукты в этом мире, человек кушает в этом мире, и кушает в будущем мире, и в вечность которой – просто невероятно – заслуги, которые человек получает за эти дела. Но в конечном итоге человек ничего не отдаёт. Тем, что ты отдаешь, на самом деле ты получаешь. Из-за этого тщательным образом торг тут выражается, во-первых, нам дать понять, мой другой – знай, деньги – это мои. Во-вторых, тем, что ты отдаешь, это единственная вещь, извините, которая тебе по-настоящему принесет. И думает, что что-то это твое. Сегодня может перейти, как мы сказали тогда, что же деньги? То, что ты отдал. То, что ты отдал – это то, что остается на самом деле тебе. И когда у человека настоящие именно желания – это то, что будет настоящая заслуга у человека, его настоящее желание делать кому-то доброту – это то, что засчитывается ему на самом деле на веке веков. Теперь пойдём один шаг дальше, дорогие друзья. Это тот псуки, чтобы вы поняли на самом деле, как торг выражается, в каких вещах и как это, понимаете. Смотрите, есть невероятный геморраг, который опять-таки в трактате Пава Батра. И тут рассказывается невероятно большая вещь – намаж. То, что спросили царь Соломана Шлома Мелех следующий вопрос. Сам мудрый человек. Спросили его следующий вопрос. Шалу и Шломо бен Давид. Спросили Шломо сына Давида. Адхейхан кохаш цитака. До какого, докуда вы уходит на самом деле сила цитаки? До куда вы приходит сила цитаки? Адхейхан кохаш цитака Отвечая Солома Мелех. Цеору ма пьереш Давида ба? Идите и смотрите, что объяснял мой отец Давид. Вы сами посмотрите, он сам написал Тейли. Смотрите, что Давида Мелех писал. Что это значит то, что наши мудрецы пришли, ну как бы мудрецы пришли спрашивать Шлома Мелеха. То, что мудрецы нашли место, чтобы спросить Шлома Мелеха, что ты думаешь, докуда доходят на самом деле деньги, цитаки, которые человек дает? И нашли подходящего человека, который должен был быть, это Шлома Мелех. Мы знаем величие Шлома Мелеха. Он был великим человеком. Но именно его, именно его спрашивают. Никого-то другого. И несмотря на то, что мы знаем, что он был очень чрезмерно богатым. И он тот, кто построил храм. И все, и все. Но именно его спрашивают. Его отец? Говорят, мой отец уже ответил на это. Хатам Софер, дорогие друзья. Объясняйте эту гибру следующим образом. Говорит Хатам Софер. Мы знаем то, что король Давид, когда он собрал большое богатство, это богатство, которое он собрал, король Давид собрал для строительства храма. И была история тогда, когда бедняки пришли к Давида Мелеху и сказали то, что нам нужен хлеб и так далее. Давида Мелех не отдал им хлеб, сказали то, что это деньги, это все то, что есть вверх. Это все для строительства храма. Шлома Мелех, его сын, когда стал королем, спросили его, скажи нам, ты, тот, кто сделал не так твой отец, ты отдал деньги храма, деньги богатства, который был, ты отдал беднякам, ты отдал пейташем, чтобы распределял людям. И ты только построил тот же храм. Как же идет на самом деле заслуга? Почему ты так вел себя? Почему ты не сделал так, как твой отец? И это со стороны было на самом деле, это не было правильно со стороны Давида Мелеха, что он делал так. Но на его уровне, еще раз, мы не можем судить Давида Мелеха, мы такие, но понятно, что Мелех не сказал, не так мой отец, я буду делать на самом деле стаку, я буду распределять. И он был подходящим человеком, чтобы спросить его, ты скажи, куда же доходит сила цдаки, которую ты на самом деле сделал? Когда ты отвечаешь, шрама Мелеха, который был самым подходящим человеком, который он не сделал так, как его отец, сказал шрама Мелеха, на самом деле на этот вопрос уже мой отец ответил. Знаете, что это такое заслуга, говорит цдаки? Заслуга цдаки, это не то, что отдал человек, и на этом закончилось все. Заслуга, говорит цдаки, то, что тем, что ты отдаешь, тебе дается больше, чтоб ты отдал больше. Тем, что ты отдаешь больше, даются больше и больше и больше на веки веков. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Значит, заслуга цитаки, оно постоянно добавление еще больше заслуг. Заслуг цитаки это то, что больше дается возможность человеку делать еще больше митцвот и цитаки. Все то, что нет, строительство храма. Строительство храма это что? Он да, построил храм. Единственное дело, ну что? Это одна митцва. Одна митцва, строительство храма, дом творца, построить бы вода, это большое дело. Он построил, но это не сравнится. Это не сравнится, говорит. Заслуга цитаки это вещь, которая постоянно дается, это единственная вещь, которым человек удваивается и постоянно приходит к нему больше благословения, больше вещь, чтобы он мог больше и больше и больше на самом деле делать. Это то, что мы сказали, не только то, что это единственная заслуга, у него дается больше заслуг, чтобы он больше делал. Это Мишле, в принципе, написано тоже об этом. То, что отдаешь, чтобы ты больше получаешь, чтобы ты мог больше дальше им давать, это то, что говорится именно здесь. Вейху возьмите себе. Себе возьмите. Себе же делайте себе доброту. Никому-то другому. Все остальное это вещь, которая никогда не знает, о какой момент будет в человеческом руках, когда-то придет, человек думает даже, что это его. Ничего не в наших руках, дорогие друзья. Все, абсолютно все, что в наших руках, это все пикадон от Ашема. Это все залог от Творца, который дано для того, чтобы человек использовал это все в правильных целях, в правильных намерениях. Теперь. Я хотел бы закончить очень интересной идеей, которую мне задал вопрос один из моих учеников. Это было в прошлой неделе. В прошлой неделе у нас был уголовный урок. И залазимость учеников. Следующий вопрос. Он говорит, денег, которые нам было дано, может ли человек распределиться, может ли он делать все то, что он на самом деле хочет? Хороший вопрос, нет? Может ли мы делать все то, что мы хотим? Смотрите. Это невероятная вещь на самом деле. Уникальность, когда человек понимает, настолько это сильно. Вообще тема, вообще денег. В с еврейском подходности человек на это все смотрит. Говорите, дорогие друзья в Талмуде, то, что хорхи уша, хорхи уша, они постановили, что если человек хочет отдавать из своих денег беднякам, человеку нельзя отдавать больше, чем 20% из своих денег. Больше 20% нельзя отдавать. Почему? Потому что, не дай бог, чтобы человек сам, в конце концов, не пришел к тому, что человек сам, он будет тот, кто нуждается, как бы, в деньгах. Чтобы человек не пришел к этому сам. Говорит нам Великий Хофицхайм. Задумаемся. Есть определенные, на самом деле, условия, когда человек да, можно отдавать больше, чем 20%. Это для изучения торы. На самом деле, дают нам разрешение на самом деле отдавать. И если человеку постоянный доход, это, как бы, тоже есть, как бы, место, как бы, для этого. Но, если человеку определенный богатство, из своего богатства, которому существительное, как бы, богатство, от него нельзя больше, чем 20% отдавать. Смотрите. Говорят нам Великий Хофицхайм. Смотри, как у них невероятная вещь. Человеку есть богатство, у человека есть богатство. Он хочет делать добрые дела, и для него говорится, больше 20% не отдавай. Больше 20% не отдавай. Я хочу делать добрые дела. Я хочу помочь. Я хочу это. Нет. 20% пик. Чтобы в конце концов человек сам не пришел, чтобы он сам, не дай бог, не стал нищим, чтобы он сам, не пришел к тому, что он сам попросил у других людей деньги. Говорит нам Хофицхайм, подумай, что это значит. Даже для добрых дел пришли мудрости, увидели, настолько человеку должен быть осторожным со своими деньгами. Чтобы делать добрые дела, есть даже к этому граница. Человек, который знает, то, что вся и весь его парноса, все записано от начала года до конца года. От Рошашаны до Рошашаны все абсолютно записано. Дорогие друзья, кто-то может встать и сказать, я знаю, сколько у меня записано. Говорит Хофицхайм, никто не может сказать. Кто может сказать? Кто-то знает, наверху, Бешамайм, что там решено. Говорит Хофицхайм, если это нам решено, откуда мы знаем, потому что у нас сейчас вышла какая-то большая сумма, у нас сейчас есть какая-то большая сумма, и мы думаем, окей, мы можем растрачиваться этим и покупать ненужные вещи. Опять-таки, речь не идет о том, что ПВД нужно радовать жену, ПВД нужно радовать детей, нужно дома все делать максимально, все то, что у них была радость, и митцвот, и все, для шабата, и для праздников, и одежда, и это, все, все то, что необходимо. Говорит Хофицхайм, использовать деньги не для нужных вещей, не для нужных вещей. Вещь, которая митцвот связана, ПВД, человек покупает одежду детям, это все в рамках, конечно, дозоненного и понятного, да, все то, что необходимо, это все митцва, что радовать жену, это все митцва, радовать семью, радовать ПВД, это не говорит об этом. Говорит, все то, что не в рамках понятного, он говорит, Говорит, кто тебе сказал, что это все тебе сейчас было дано, это не было уже от той части, которую ты должен был получить в следующих месяцах? Может быть, Ашим сейчас тебе дал, а в следующих месяцах кто знает, что будет? Кто знает, что знает, может быть, это то сумма, которая сейчас была, не знаю, там, 50 тысяч, может быть, это есть все 50 тысяч для всего года? Сейчас можешь его распространять, но завтра будет хорошо. Значит, другими словами, в еврейском понятии, дорогие друзья, у денег есть невероятно большое значение. Подумаем, что это значит. Это значит, что любой день, который человеку было дано, мы должны знать, что это есть определенная цель, для чего было дано от Творца эти деньги. Есть определенная цель, нет такого, что, ой, я заработал, он мне стоит сейчас в хранилище. Есть цель для этого. И мы понимаем, что это залог и так далее, как мы понимаем. Но есть цель для этого. Есть хозяин этого мира, который дал, который дал, каждый цент, который есть у человека. И это каждый цент, у него есть определенная цель, для чего на самом деле он есть в нашем кармане. С Рожешаны, Туршаны, все решено. И деньги, это пикадон, это нам залог, который Творец говорит нам, мой дорогой еврей, я тебе дал шанс, возможность использовать правильно. Если нет, не дай Бог, переходит в других местах. Но есть цель. Для этого цели нужно открытыми глазами посмотреть, а где он хочет на самом деле мне, чтобы я использовал эти деньги. Есть место для помощи. Есть место для того, чтобы детей делать свадьбу. Есть место для того, чтобы радовать семью. Это деньги для этого. Но не для того, чтобы, не дай Бог, возгордиться. Хочу возгордить от того, что он нас вообще не принадлежит. Для того, чтобы, не дай Бог, растрачиваться от вещей, которые мы не знаем, сколько вообще у нас есть до конца года. У каждого цента есть гигантское большое значение. Есть цель определенная, есть, у каждой вещи есть. И смотрите, и заметьте, постоянно это видно наяву. Человеку было определенной вещей, давно было определенной экстра-деньги, он не понимает для чего. Посмотри, посмотри, если ты пойдешь открытыми глазами, ты поймешь, что, о, Ашим уже приготовил для того, чтобы нужна была какая-то вещь, чтобы ты делал какие-то добрые дела. Проявился какой-то хорошие, добрые дела, чтобы Ашим уже заранее тебе на самом деле это все приготовил. Значит, есть определенная цель, это не вещь, которая, само разумеется, евреи не стремимся, чтобы быть богатыми, и это цель, о, я буду богатым, чтобы делать добрые дела. Нет, если Ашим тебе делал пару Хашем, то тогда знать, почему это есть. Если нет, как бы не было бы евреи, даже знать, для какой цели было дано, есть определенная задача этому всему. И самую большую доброту, которую мы можем себе делать, то, что нам, вейкху, возьми себе, это поможет другим. Цитака вахесет, дорогие друзья. Цитака вахесет. Цитака вахесет, что мы достали взять ваши уроки от наших медленных глав, чтобы Ашим дал много доброго сердца, хорошего желания, чтобы мы делали добрые дела. Знаете, говорит нам Шарычева, то, что иногда, даже если у человека нет возможности отдавать, помочь другому, чтобы другой отдавал, это тоже гигантская заслуга человеку. Это тоже гигантская заслуга для человека. Кто-то говорит, что я могу делать, если нет, то есть человек помог другому что-то делать, сказал хорошее слово, или поддержала, чтобы он делал хорошую вещь, это уже гигантская на самом деле заслуга для другого. Понимаете, настолько это велика вещь, настолько это велика вещь. Дай Бог, чтобы творится удостоено всех благ Без Раташем. Много прохолоты, много парносы, много возможностей, чтобы мы делали добрые дела Без Раташем и хохма бинаведат, чтобы мы знали, как правильно использовать, как правильно распределиться, как правильно жить. Правильно то, что связано с деньгами и другими темами и Без Раташем этим, чтобы всегда ходили на Путих Творца. Амэн, Кенни Рацон.